Те автомобили, которые больше всего любят и внутри самой Кореи, которые чаще всего спрашивают, которые любят перекупы, где вы вообще сейчас такую цену найдете? Это не дешево, это нужно всегда проверять. А что же там с европейцами? Всем салют, дорогие друзья, на связи Максим, и это компания Прилите Авто. Прошлый ролик про корейцев, в принципе, неплохо вам зашел. Вы посмотрели, мы с вами посчитали, как это выглядит из Кореи. Сегодня будет меньше теоретической информации, сегодня будем с вами говорить немножечко о другом. То, что корейцев из Кореи возить можно, это и так понятно, а что же там с европейцами? Европейцы тоже есть в Корее, корейцы любят BMW, Mercedes, Audi, неплохо их покупают, и в целом они там есть на вторичном рынке. То есть тот рынок, который интересует нас, когда мы завозим данные автомобили в Россию. И сегодня мы с вами будем рассматривать, наверное, самые топовые модели, что чаще всего спрашивают по европейцам, сколько это сегодня стоит, и что сегодня можно в Корее выбрать за адекватные деньги. Причем, друзья, сразу скажу, состояние автомобилей в Корее неплохое, и в адекватные деньги эти автомобили заходят. Давайте начнем, наверное, с Mercedes. Начнем, наверное, с самого топового седана, который чаще всего спрашивают. Начнем именно с E. Почему E? Ну, потому что это, наверное, такой среднячковый флагман. Это вот не C маленькая, не A, и не CLS огромный. Это вот E. Популярный, на самом деле, седан и в России тоже, что касается цены в Корее. Я открыл здесь у нас до рестайлинг, 20-й год, он выпускался причем до 20-го года. Моторчик у нас здесь 2 литра, это у нас бензин E300. По комплектациям скажу, в Корее есть и AMG, есть и простые комплектации, и есть даже модификации AMG. То есть выбрать можно все, что угодно. Сегодня, повторюсь, бежим по вариантам самым популярным. Смотрим, что у нас здесь за E-шка. Во-первых, у нас здесь моноэкран, неплохой руль, обновленный коричневый кожаный салон, бесключевой доступ, E-шка в комплектации AMG Line. Все у этого автомобиля есть. Единственное, что... А, еще даже есть у нас люк. Цена у нас в Корее 38 миллионов вон, ну 38 900, это в самой Корее. 20-й год, машинка проходная. Что у нас здесь по истории? Как вы помните с прошлого ролика, у автомобиля есть история страховых выплат, если таковые имелись, и они здесь указываются. У нас здесь есть одна выплата на 3 миллиона вон, грубо говоря, это на 200 тысяч рублей. Скажу сразу, для Кореи это небольшая сумма, тем более для Мерседеса. Скорее всего, здесь какой-то небольшой подкрас. А, нет, у нас здесь замена одной двери, подкрасов нет. Но, опять же, повторюсь, это нужно всегда проверять. Может быть, здесь подкрас крыла, который мало заметен, но который увидят наши специалисты. Что по цене? 38 900 стоит автомобиль в Корее. Курс сегодня, друзья, так же, как и в прошлом ролике, 71, он не сильно меняется. Это усредненное значение, можно найти по 70, а можно поехать в неправильный банк и оплатить по 75, чего мы не советуем. Ну и данная Ешка со всеми расходами в комплектации MG Line обходится до Владивостока. 3 миллиона 649 тысяч рублей. Это под ключ со всеми расходами возле нашего офиса. Это 82 тысячи километров пробег, 2020 год MG Line. В целом, на мой взгляд, друзья, можете сравнить цены с дромами, с цены с автомобилями, которые побегали уже по России. А пробег, друзья, по России, это не то же самое, что по Корее или Японии. Сравните, смотрите, на мой взгляд, цена очень даже и приятная. Идем дальше, идем тоже к этой же Ешке, но уже в рестайлинге, которая пошла у нас в 2021 году. Это у нас обновленная оптика, обновленная морда, обновленный немножечко салон, новый руль. Ну, то есть, обновленный автомобиль. Что тут говорить, это рестайлинг у нас Ешке. У нас здесь также комплектация MG Line, белый цвет, красивое литье, панорама, люк. Сзади у нас обновленные стопари. В общем, что здесь по ценникам? Ну и скажу сразу, друзья, так как это новый автомобиль. И это рестайлинг, цена, как вы можете видеть у себя на экране, 51 миллион вон. Это не дешево, ну потому что это все-таки свежий автомобиль, плюс пробег у нас 49. Ну давайте, пока мы не начали его считать, посмотрим его историю. У нас здесь выплат на 15 миллионов вон, повторюсь, цена 51 миллион вон, еще и выплат на 15. И по схеме, что мы здесь имеем по автомобилю, замену только этого крыла. Друзья, скажу так, сумма слишком большая, чтобы это была только замена одного крыла. Поэтому этот автомобиль точно нужно проверять. Но давайте посчитаем, он есть в продаже, его можно купить. И сколько же он выходит до Владивостока? Ну а данная Ешка с мотором также 2 литра, бензин Е350, выходит уже в 4 миллиона 615 тысяч рублей. Не дешево, я бы, наверное, взял до рестайлинга в предыдущем кузове. Но таковы ценники у нас на Ешку в 21-го года выпуска. Причем это у нас в март 21-го года, то есть автомобиль уже проходной. С Мерседеса с Ешки переходим на Мерседес А-класс. Это, наверное, самый минимальный, да, кроссовер, который есть у Мерседеса. Это у нас ГЛА, 62 тысячи километров пробег, моторчик также 2 литра, 4 ВД. По истории. У автомобиля выплат суммарно примерно на 2 миллиона вон, это, грубо говоря, 140 тысяч рублей. По ремонтным работам от Инкара ничего не производилось. Октябрь 2020 года, машина проходная, но сколько же ГЛА сегодня у нас стоит? Ну, а эта ГЛА заходит у нас в 3 миллиона 422 тысячи рублей. Это под ключ со всеми расходами. По салону, он здесь тоже у нас красивый моно спидометр. У нас спидометр и экран это отдельный большой экранчик. Обновленный руль, хороший по салону, но и так вот скажу, среди конкурентов 3 400 за небольшой компактный кроссовер от Мерседеса с хорошим пробегом. Вполне себе интересные истории. К тому же 4 ВД. Почему бы и нет? То есть, что сегодня в таких реалиях можно взять такого небольшого за такие деньги? В общем, идем дальше. Переходим к ГЛК или ГЛС, кому как правильнее. Это у нас тоже небольшой кроссовер от Мерседеса. Это у нас даже модификация купе. Они есть обычные. Есть вот именно купе со скошенным задним багажником. Здесь у нас цена 43,9 миллиона вон. Данный автомобиль март 20 года заходит в 4 миллиона 39 тысяч рублей. Недешево. Также, что у нас здесь по истории? У нас здесь выплат нет. Неплохо, 60 тысяч пробегу. У нас здесь ремонтов нет. Неплохая комплектация 4-матик. То есть, это обычно не АМГ, а просто вот Мерседес ГЛК 4-матик купе. По салончику тоже неплохой, но спидометр вот у нас такой вот простенький. Экранчик идет у нас отдельный. Отдельно у нас идет спидометр. Неплохой руль. Но в целом, почему бы и нет? 4 миллиона. Вот столько сегодня стоит ГЛК 300. Также, опять же, я как и говорил, есть ГЛК 300 не купе, а обычный кроссовер. У нас здесь ценники чуть-чуть повыше. В данном случае у нас вариант 54 тысяч километров пробег. Апрель 2020 года. По истории страховых у нас небольшая выплата на полтора миллиона вон. Это, грубо говоря, 100 тысяч рублей. Также у нас здесь ремонтов по машине нет. Черный красивый цвет. Плюс у нас также это не АМГ. И со всеми расходами данные автомобиля у нас обходятся. В Владивостоке 4 миллиона 437 тысяч рублей. Хорошее состояние. Состояние у нас здесь, в принципе, страховых немного. Ремонтов нет. Ну, то есть, нужно в любом случае проверять. Но я так предполагаю, что здесь, судя по цене, здесь ничего критичного по машине нет. Хорошая комплектация. Черный красивый цвет. Ну, и у нас же есть еще топ, да. Не максимальный, конечно, топ от Мерседеса, а предмаксимум. То есть, так скажем, BMW X5. Это у нас КЛЕ Мерседес. Это как некий конкурент BMW X5, так скажем. Это у нас здесь ГЛЕ 300Д. Это у нас дизель 4ВД, двухлитровый. Причем, друзья, скажу, да, есть здесь дизеля двухлитровые. В чем их преимущество? В том, что они не очень дорого стоят самой Кореи. И с учетом пошлин они выходят тоже не очень дорого. У нас здесь вариант 2020 года. Выплат по нему страховых нет. По схеме ремонты отсутствуют. Это у нас не АМГ-пакет, но при этом достаточно хорошая комплектация. У нас здесь также интересный спидометр, красивый кожаный салон коричневый. Панорама белый цвет и цена самой Кореи 66500. Это вот в вонах в самой Корее. И сколько же это? Автомобиль у нас заходит. А данный автомобиль подключен всеми расходами заходит в 5 миллионов 740 тысяч рублей. Это заготовый автомобиль подключен всеми расходами сентября 2020 года. С пробегом 67 тысяч километров. То есть машина в идеальнейшем просто состоянии. По очень-очень хорошему прайсу. За ГЛЕ 5750 это очень-очень неплохо. Но также у нас есть здесь и трехлитровые версии. Это у нас ГЛЕ 450. Это у нас версия не АМГ. И это уже у нас не купе. Тоже неплохой спидометр. Белый красивый салон. 93 тысячи километров пробег. Цена примерно такая же, как и на двухлитровый. Но из-за того, что это мотор 3 литра, пошло здесь будет побольше. Так, что у нас здесь по истории? Самое главное, всегда проверяйте историю. У нас здесь примерно выплат на 100 тысяч рублей. Это вообще копейки для данного автомобиля. Это предполагает какой-то небольшой окрас. Да, краса одной двери. И со всеми расходами данный автомобиль у нас заходит, грубо говоря, 5 миллионов 999 тысяч рублей. Ну, 6 миллионов рублей, грубо говоря, берем. Это за ГЛЕ 3-литровый бензин. Не дизель. Если тут был дизель, это у нас бензин. ГЛЕ 450 FOMATIC. Интересно. В целом 6 миллионов, что сегодня можно взять, допустим. Ну, мы сегодня еще посмотрим. Может, что-то есть и поинтереснее. И, наверное, на этом в Мерседесе мы заканчиваем именно с Мерседесами. Пробег у нас здесь 93 тысячи километров. Переходим к BMW. Что у нас по баварцам? Ну, наверное, из седанов чаще всего спрашивают у нас пятерки. Как ни странно, хотя я думал почему-то, что будут чаще всего спрашивать трешки, потому что они там пошустрее, наверное, где-то поинтереснее, полегче. Ну, нет, спрашивают в основном пятерки. Причем спрашивают 520i, спрашивают гибриды. И, как ни странно, очень мало 530-е. Хотя, на мой взгляд, 530-е будет даже интереснее, чем 520-е. При том, что у него мотор немножечко приемистый, лошадиных сил там больше. И, ну, почему-то спрашивают 520-е. Хотя, сейчас вы, друзья, поймете, что цена плюс-минус такая же, как и за 530-е. Вот у нас здесь BMW 520i M пакет. 2020 год, пятый месяц. По страховым. Смотрим. Страховых нет. Белый красивый цвет. По ремонту по автомобилю ничего не отмечено. По салону коричневый красивый салон. Панорама. Панорама люк у нас присутствует. Единственное, не вижу отсюда, есть ли проекция. Ну, неважно. В общем, электропривод багажника. Все, по машинке есть небольшой пробег. То есть, в хорошем состоянии у нас BMW. 40 миллионов вон стоит сам автомобиль. Ну, и данная BMW заходит в 3 миллиона 763 тысячи рублей. Это под ключ со всеми расходами. Если кажется, что дорого за 520-ю, потому что не так давно у нас выходил ролик в инстаграм, мы снимали, что там 530-я в 3,5. Ну, хорошо, открываем. Открываем также 520-ю, но цена уже не 40 миллионов вон, а 32 500. Что здесь не так? 20-й год, 78 тысяч пробега. Чуть больше пробег. Комплектация такая же M. Красивый у нас спидометр. Такой же коричневый салон. В чем подвох? Подвох, друзья, у нас здесь в выплатах. Как я и говорил, бывают автомобили, у которых выплаты равняются стоимости самой машины в продажах. А есть иногда выплаты, которые превышают общую стоимость продажи автомобиля. В данном случае у нас выплаты на 30 миллионов вон по ремонту у автомобиля. Замена крышки багажника, замена планки задней, крашбалки, я так понимаю, окрашен капот. Но, друзья, 30 миллионов вон здесь, скорее всего, не только это. Потому что сумма не маленькая. Здесь, возможно, окрас чуть ли не всего автомобиля. Но в чем прикол? Вот у нас 32 миллиона вон. Стоит там автомобиль. Сколько это же со всеми расходами во Владивостоке? А я вам отвечу, друзья. Это цена 3 миллиона 195 тысяч рублей. За BMW пятерку, без пробега по РФ, 520-ю в комплектации M-пакет. Еще и с люком. Да, есть выплаты. Да, возможно, здесь нужно смотреть, разбираться, что не так с автомобилем. Но цена 3195, где вы вообще сейчас такую цену найдете за автомобиль, который по России не бегал. К тому же за 2020 год. И приходим к 530-й М-ке. Это у нас здесь уже немножко другой мотор. Салончики комплектации плюс-минус смежные, одинаковые. Поэтому, что 520-е, что 530-е, именно по салону и по функционалу разницы вы не почувствуете. Почувствуете только в двигателе. Двигатель здесь идет помощнее. И здесь цена 46900. Да, друзья, я не стал искать специально именно для BMW пятерки подобные варианты, которые снимали в Инстаграме. Нашел именно хорошую 530-ю, которую я бы клиенту порекомендовал. Если бы мне обратились и сказали, Максиму, хочу себе 530-ю, М-ку, пятерку, там пробег до 60-ти. Что можешь предложить? Вот. Смотрим. Страховые. 14 миллионов вон. Но. Самое главное. По машине. Ничего не делалось. И здесь нужно разбираться. Почему именно я рекомендую? Потому что еще и цена. Ну и данный автомобиль выходит в 4 миллиона 217 тысяч рублей. В целом неплохо. Повторюсь, в некоторых случаях по BMW и Mercedes в страховые выплаты не всегда говорят о чем-то сильно глобально. Ну то есть в данном случае 14 миллионов нужно разбираться. Что, зачем и почему. Но цена 4200 за такой маленький пробег 59 тысяч километров. В любом случае каждый автомобиль, который у нас рассматривается на инкаре, даже предварительно, если мы видим какие-то замечания, да, крупные, либо какие-то выплаты. Наш специалист, если интересно посмотреть данный автомобиль, мы с вами занимаемся подбором аналогичных вариантов, проедет, посмотрит, сделает свою оценку. В данном случае за 530-ю, ну, наверное, не дешево, как хотелось бы, но 4217 выходит данный вариант. Если интересует, то, пожалуйста. Идем дальше. Приходим к X3. На самом деле, друзья, наверное, X3 по поиску в Корее очень сложны. Их не так много. Как правило, спрашивают дизеля двухлитровые в комплектации M. И их не так много. Ну, то есть, вот есть я один вариантик неплохой нашел. Сейчас мы с вами его посчитаем. В данном случае у нас 83 тысячи километров пробег. 20-й год, 8-й месяц. Проходной. По комплектации, так как это M, у нас белый красивый цвет. У нас здесь неплохое мультимедиа, неплохой, ну, обновленный спидометр со всеми функциями. Раздельный климат, панорама, люк, все как положено, по страховым. У нас здесь выплат суммарно примерно на 2 миллиона вон, примерно на 150 тысяч рублей, грубо говоря. Здесь у нас замен, ремонт, покрасов нет, судя по МКРУ. И цена 42-300. И сколько же данный вариант? Это, кстати, у нас 20D, это 2 литра дизель. Есть еще трешки, но они еще реже, их очень сложно найти в самой Корее. И данный вариант заходит в 3 миллиона 890 тысяч рублей. Под ключ со всеми расходами за X3 BMW, на мой взгляд, до 4 миллионов с таким пробегом. Ну, не маленький, да, то есть там не 20, не 30 тысяч. Но это вот адекватный такой паритет, пробег, состояние, комплектация и цена. Идеально. 3 890. И этот автомобиль есть сейчас в продаже в самой Корее. Идем дальше. Ну и, конечно же, как же мы без BMW X5? Их спрашивают, наверное, больше всего. Начинаем мы, наверное, с бензинки трехлитровой. Они, на самом деле, наверное, самые плюс-минус дешевые, потому что дизеля BMW стоят дорого. Ну и они используются спросом больше, потому что расход, да, у нас у дизеля трехлитрового гораздо меньше, чем у трехлитрового бензина. Начинаем с бензинки. У нас здесь 65 тысяч пробега, 21 год, 9 месяц. Данный вариант у нас сентябрь 21 года, но он проходной по выпуску. Вот, опять же, повторюсь, друзья. У нас в Корее, да, написано именно дата первой регистрации автомобиля, а не дата выпуска. И дата выпуска данного автомобиля у нас апрель 2021 года. Поэтому этот автомобиль можно покупать. Он у нас проходной. Единственное, что, да, немножко подождем. Ну, там, грубо говоря, к 15 апреля, когда машина будет подходить, она уже станет проходная, и мы ее растаможим как проходной. Что же у нас здесь? 400 тысяч вон. У нас выплаты вообще копейки. Акрасов даже нет никаких. Пробега в 65. Комплектация у нас X-Line. То есть, это не М-ка. Хотя, смотрите, комплектация не М, а спидометр у нас полностью электронный. Да, не поделенные аналоговые лунки, а целиком электронные. Также у нас хорошая мультимедиа, красивый черный салон. И плюс у нас еще и проекция на лобовое. Хотя, казалось бы, это не М-ка, это обычный X-Line. Но, пожалуйста, и X-Line бывает с хорошими опциями. Так еще и на люке в черном цвете. 6 миллионов 283 тысячи рублей за BMW X5 бензиновую. Пожалуйста, подключься всеми расходами до Владивостока. Идем уже к дизелям. Их спрашивают больше всего. И тут я прям, знаете, вот по X5 нашел такой автомобиль. Мне прям очень сильно хотелось вам его показать. У нас здесь X5 30D 3 литра, M-пакет. У нас здесь такой же красивый спидометр, красивый салон, электроприводы. Ну, в общем, что я вам рассказываю про BMW. Все здесь есть. И цена 53 900. Давайте, пока мы не посмотрели, что не так с автомобилем, его просто посчитаем. 5 миллионов 210 тысяч рублей. За 2020 год. Что же не так? Давайте откроем страховые. Нету. Интересно, да? По кузову ничего. А почему так дешево? А потому что у нас пробег 181 тысяча километров. И да, и такое бывает. И я, друзья, вам скажу так. Это примерно те варианты, которые любят перекуп и брать на продажу. Потому что я в прошлом ролике говорил, что у нас сложно отследить историю автомобиля, каким он заходил в Россию. Привезли, сотку скрутили и продают. Да, понятно, можно сканером проверить историю и так далее. Но сама суть. Есть же люди, которые не будут проверять, поверят на слово и купят. И вот примерно вот такие варианты и заходят сюда на продажу. И вы спрашиваете, почему у вас тут так дорого. Хотя вот такую, да, спокойно могут продавать за 5500 или за 5800. Не уплачивая никакой утильсбор. Вот, пожалуйста, за 5800 цена подарок вкусная. Вот, пожалуйста. А теперь смотрим что-нибудь хорошее. Вот у нас Beha X5. 84 тысячи пробегу. Белый тоже 30DM пакет. По страховым выплатам у нас 650 тысяч. Вон, это копейки. По окрасам по автомобилю ничего. Тоже комплектация M. Да, у нас здесь такой же красивый салон. Все как положено. И пробегу 84. И цена, конечно же, здесь разнится. Это вот те автомобили, которые больше всего любят и внутри самой Кореи. И которые чаще всего спрашивают. Которые чаще всего вывозят. Потому что это дизеля. 74 500. Вон, это цена в самой Корее. И данный вариант под ключ до Владивостока выходит 6673. Это под ключ, повторюсь, со всеми расходами до Владивостока. Вот вам и разница. BMW X5 может стоить 5200 и 6673. Да и вполне и 7 X5 может стоить. Поэтому к вопросу, сколько стоит BMW X5, нужно подходить детальнее. Потому что, опять же, 5200, 6673. Ну, я хотел еще одну вам BMW показать, которая стоит еще дороже. У нас здесь то же самое. Еще и пробег меньше 45 тысяч километров. 21 год, 9 месяц. Этот автомобиль мы по ВИН-номеру не проверяли. Поэтому опускаем. Идем к Audi. Audi тоже, на самом деле, достаточно интересный. Есть в Корее. Есть и у нас и А5, и А6, и А7. Но, на мой взгляд, вот самым выгодным автомобилем в Корее является именно А6. Понятное дело, кому-то нравится А5, кому-то А4. Но, скажу так, цена за А4 не очень низкая. Вы поймете, я чуть позже расскажу, почему. А5 стоит так же, как и А6. А, на мой взгляд, А6 самое интересное. Audi из тех, что можно вывести из Кореи, именно из седанов. Здесь представлен у нас самый топ, но не 4WD. Это у нас 40 TDI Premium. Это у нас 2 литра на переднем приводе с пробегом 24. Premium у них вот всего вообще. У Audi две комплектации. Это просто TDI и TDI Premium. Отличаются они, на самом деле, не сильно. Опционал там не очень широкий. Поэтому, в принципе, обычно TDI берем и не паримся. У нас здесь по салону электротабло. Хорошая мультимедиа. Электроклимат, да, у нас сенсорный. Все по машинке есть. Коробка у нас здесь. Здесь робот DSG, соответственно, пробегу 24 тысячи километров. Что у нас здесь по выплатам? Выплат здесь на 650 тысяч вон. Это копейки. Ремонта по машине нет. И цена в Корее 43 500. На самом деле, не дешево. Это просто очень хорошее состояние варианта. Вы поймете, почему. Вот данная Audi A6 с мотором 2 литра обходится в 4 миллиона рублей. Ну, 4 миллиона 11 тысяч рублей. Это подключится всеми расходами. И за сколько еще можно брать Audi? Открываем. То же самое. 40 TDI премиум. Пробегу уже 70. И цена уже не 40. Сколько у нас здесь было, кстати? Не 43 миллиона вон. А 32. То есть на 700 тысяч рублей, грубо говоря, дешевле. Мы сейчас ее с вами посчитаем. И вот как раз таки вот на этой Audi я хотел бы остановиться чуть подольше. Потому что за такую же стоимость продаются в Корее и А5, и А4. А моторы у них у всех двухлитровые. И по итогу с нашей пошлины, с одинаковой ценой в самой Корее, они выходят одинаково. И ты задаешься вопросом, а нужно ли мне вообще брать там эту А5 или А4, если они плюс-минус так же. Не, ну понятно, А4 будет с пробегом там 20 тысяч без выплат, там в идеальнейшем состоянии на 4 ВД. Но за те же деньги можно купить А6. То есть на чем вы больше кайфанете? На А4, да, с минимальным пробегом там 4 ВД. Или на А6, которые больше, соответственно, по размеру. Но не все так просто. По страховым у нас здесь на 4 миллиона вон. Это, грубо говоря, у нас 4 на 7. 280, почти 300. И по ремонту. Здесь ничего не отмечено, но опять же, нужно все это дело проверять, смотреть и чтобы понять. Та же самая комплектация TDI Premium в апреле 2020 года. И сколько же данный вариант у нас стоит? Ну а данный вариант у нас заходит в 3 миллиона 159 тысяч рублей. То есть вот это прям очень вкусно за А6. И таких А6, в принципе, немало. Смотрим дизеля, потому что, в принципе, бензинки дизеля по цене не сильно отличаются. По комплектациям тоже можно взять и бензинку за эти деньги. Ну, чуть-чуть, буквально, друзья, дизеля дешевле. Чуть-чуть примерно на, вот если при общих равных брать, то дизеля дешевле примерно на 100, на 200, там, тысяч вон. Все, это вот максимум, на что они дешевле. Так-то они плюс-минус по одинаковой цене продаются. 3, 159. И А4 тоже будет стоить 3, не меньше. То есть они продаются так же. Ну, то есть можно что-то там поискать, там, полукать, что-нибудь найти. Но, опять же, 2,8. А тут у нас А6 за 3,159. А рынок по ним, если вы дром откроете, да, по 2-х литровым, там 4 плюса. Я смотрю. Идем дальше. Переходим к Q3. Вот, наверное, тот кроссовер, который рекомендую скорее брать не из Кореи, а из Японии. Потому что они с полуторалитровые и заходят там за 2,5 миллиона рублей спокойненько, да. То есть, но в Корее они тоже есть. И можно поискать. Их, на самом деле, не так много. Рекомендую рассматривать именно спортбэк. Если вас интересует прям данный вариант, то можно его приобрести. Но, давайте с вами считать. 35 миллионов вон. Цена в самой Корее. Сколько же это на выходе? А на выходе мы с вами, друзья, получаем, что данный автомобиль у нас стоит 3 миллиона 372 тысячи рублей. Это вот, друзья, к вопросу, откуда брать? Сколько, допустим, такая же стоит из Кореи? Вот из Японии 2,5 миллиона рублей. Полторашка турбо. Из Кореи полторашек не бывает, только 2 литра и 3,372. Друзья, это автомобиль для тех, кто спрашивал, за сколько сегодня можно взять Ауди на левом руле. Вот вам и разница. Почти миллион рублей. Ну и 700 тысяч. Ну и мотор, понятное дело, другой. Но сама суть, вы меня поняли. По выплатам у нас здесь на 2 миллиона вон. И еще бывает такое, что вот эта вот планочка перформанс, да, осмотра от инкара отсутствует. То есть, посмотреть нельзя. Соответственно, предварительно мы ее не посмотрим. Спросите, почему я выбрал данный вариант? Ну, потому что, опять же, Q3 спортбэк найти можно. Их, на самом деле, не так много. Поэтому вот отсеивал более-менее вот по живым вариантам, по ценникам, чтобы вам показать, да. Вот именно воочию какой-то кокетный вариант. Так-то вариантов по ним, на самом деле, не очень много. Если запрос такой будет, мы, конечно, будем искать и найдем вам. Но вот так вот прийти, сходу купить, будет очень сложно. Вот эту можно, но ее нужно проверять. Идем дальше. Переходим к Q8. Топовый кроссовер. Не осталось что-то брать Q7. Взял именно Q8. Q8 вообще кайфово выглядит. Мы снимали на них обзоры. Можете посмотреть у нас на YouTube-канале. Где-нибудь вот... Где-нибудь нам бы Игорь разместит, наверное, да? Где-нибудь вот так вот. Обзор на Q8. Но это была праворукая. Из Японии на бензине. В Корее таких нет. В Корее только дизеля. 45 TDI. Это не самая топовая версия. Но, опять же, по салону все красиво. Комплектация премиум. Quattro. Пробегу 79. И давайте смотрим ее выплаты. Выплат у нас здесь суммарно примерно на 2 миллиона вон. Это у нас 150 тысяч рублей, грубо говоря. Ремонтов по машине нет. Код у нас апрель 2020. И до водостока данная Audi заходит в 6 миллионов 247 тысяч рублей. На мой взгляд, цена бомба. Что касается Audi. Ценники очень приятные в Корее. То есть, А6, А5, А7 можно брать по очень вкусным ценникам. А7 может заходить за 5 миллионов рублей. Это трехлитровый на автомате Aisin. Ну, то есть, сами понимаете, это уже не робот, а автомат. И вот такие у нас цены на европейцев. Наверное, на мой взгляд, самые выгодные европейцы в Корее. Это, по большей части, Audi, не Mercedes, не BMW. Потому что, наверное, Mercedes и BMW имеют цены всегда и везде. Audi тоже хороший концерт. Ничего не хочу сказать плохо. Но они чуть-чуть подешевле. Поэтому, друзья, если вас интересуют автомобили из Кореи, интересуют европейцы, выход не только Китай. Не только Европа, откуда в основном западную часть страны у нас привозят этих европейцев. Еще и Корея. Корейцы, в принципе, как и японцы, аккуратно относятся к своим автомобилям. Поэтому, если брать автомобиль из условий, где на дорогах очень чисто, а асфальт моют шампунем, то автомобиль из этой страны будет в отличнейшем состоянии. Пробеги можно брать не совсем любые. То есть, я рекомендую брать до сотни. И в зависимости от вашего бюджета можем подобрать любой пробег. То есть, если у вас бюджет хватает, чтобы купить пробег 20, зачем мы будем вам предлагать 80, когда у вас есть бюджет на то, чтобы купить маленький пробег. Также, скорее, друзья, можно возить свежие автомобили. Абсолютно новые, там, 24-го года выпуска, 23-го, там, с пробегом тысячи. Растамаживать их в России. Поршина считается как 48% от стоимости. И без проблем завозятся данные автомобили. Мы привозили и Genesis, и BMW, и всякие разные машины. Вообще без проблем. К тому же, если вы растамаживаете их в России, вы не платите дополнительный утилизационный сбор, как растамаживали в Киргизии. Вы бы доплачивали еще утилизационный сбор. Еще и Поршину эту разницу бы перекрывали. А также, друзья, напомню, у нас проходит конкурс. При покупке автомобиля с нами с 5 января по 30 апреля мы дарим в каждый автомобиль вам модельные эвакуовики на передний и второй ряд сидений. А также вы автоматически становитесь участником розыгрыша Toyota Corolla, трех айфонов и денежных призов. И да, нас спрашивают, распространяется ли это на корейские автомобили. Да, друзья, распространяется. Неважно, с какой страны мы вам повезем автомобиль, вы автоматически становитесь участником этого конкурса. Ну, а на этом, друзья, у меня все. Мы будем прощаться. Вот такие цены у нас по корейцам. Подписывайтесь на наши все соцсети в Телеграм. Китай, Корея, Япония. Читайте посты. Там очень часто выкладываем из Кореи информацию по автомобилям, которые сейчас актуальны и можно купить по хорошим ценам. Не пропустите свой шанс. На связи был Максим. Большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик.